Всем привет, привет, привет. Продолжаем изучать эликсир. Ой, какой эликсир? Spring. Spring Boot. Сегодня наша тема JDBC. Глубоко изучать её не будем. Скажем так, это просто ради того, чтобы вообще такая технология есть, и если ей надо, нужно будет воспользоваться. Зато мы будем знать, куда копать, по крайней мере. И некоторые основы получим. Итак, что такое наш... Перед тем, как работать с JDBC, сразу подключите стартер. То есть мы работали с базой данных через JPA. Сегодня мы будем работать через абстракцию JDBC. Вот кто работал, вот, скажем так, со старыми проектами, или, например, в стандарт-эдишине можно использовать данный механизм. Общая идея вот следующая. Мы выполняем прямые SQL-ные запросы прямо в базу данных. То есть мы прямым текстом будем писать, будем писать, будем писать... Так, где я тут, пример? Вот нечто похожее. Select, поля, и потом запускаем. То есть мы будем использовать, скажем так, некий низкоуровневый подход. Вот когда мы работали с JPA, когда мы работали с JPA, мы ничего подобного не писали. Мы вообще использовали репозиторий, которые даже... Методы которого даже не реализовывали. А здесь мы подходим с другой стороны. Как работать с нашей базой данных. Мы здесь будем писать некие инструкции. Прямые инструкции в наш код. Ой, в нашу базу данных. Она будет исполняться. Но, как вы видите, здесь получается огромная простыня. Огромная простыня, да? И это всё, по большому счёту, вся эта простыня ради вот этих вот строчек. То есть вот строчка команды и выполни эту команду. Ну, здесь ещё можно вот эти строчки добавить, которые, собственно, вот этот ответ распарсят. И мы достанем там конкретные значения. Результ сет, то есть возвращает некоторое множество строчек ответов, которые нам нужно распарсить. Ок. Тут ещё можно с чем сравнить, чем сравнить. Так. Где мой босс? Босс сервис, вот мой босс сервис. И в прошлый раз мы вот когда работали с чужим API, то мы использовали некий REST template, чтобы скрыть ещё более низкоуровневые вещи. Но команды, вот эти вот команды, мы прямо прописывали напрямую. И здесь, вот здесь мы прописывали напрямую адрес, что мы хотим, и ID, да? И мы будем использовать нечто похожее, когда будем работать с JDBC клиентом. То есть мы не будем вот писать вот эту вот всю простыню. По сути дела, мы сконцентрируемся только вот на вот этой строчке, которую следует выполнить. А потом нам нужно будет распарсить полученный ответ. То есть мы будем получать результат, и нам его нужно преобразовать, скажем так, в наш класс. В наш класс, с которым мы будем работать. Ладно. Давайте теперь посмотрим, как всё это на практике будет обстоять. Для этого, для этого идём и начнём, начнём с этого класса, начнём с этого класса, скажем так, с нашей модели. И сегодня, сегодня, сегодня я предлагаю создать некий buyer, некий buyer, покупатель, да? Окей. И у него, у него будем назначить следующие поля. Давайте ему country ещё дадим. И для разнообразия давайте ему дадим private-integer token. То есть, скажем, некоторую внутреннюю валюту, которую он может использовать в нашем приложении. Мы реализовать не будем, просто чтобы совсем уж простая модель не была. Не была. И давайте добавим конструктор на все четыре поля. Один общий конструктор. и сеттеры с геттерами. Сеттеры с геттерами. И метод toString со всеми полями. Окей. И чего ради я это всё сделал, когда у нас есть ламбук, да? Но я хочу просто показать вам, насколько, насколько огромным получается наш класс, если мы не используем ламбук. Вот, допустим, сравните, сравните с буком. Да, тут разница в одно поле, но, но смотрите, сколько здесь лишних строчек. А, 60. И разница в одно поле. 60 против ну, 20. 60 против 20. Учитывая, что здесь ещё есть, скажем так, некоторые строчки, которых можно было бы избежать. то есть вы просто, ну, ощущаете разницу, да? Ладно, оставим это так. Следующий шаг, который нам нужно сделать, поскольку мы будем доставать эти данные из таблицы, нам эту таблицу нужно подготовить. поскольку мы не используем механизм JPA, то есть мы не отображаем, нам нужно эту таблицу как-то создать в базе данных. Но, 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 мы же используем встроенную базу данных, которая живёт в памяти, то есть H2 мы используем. Поэтому нам нужно, нам нужно создать будет специальный файл схема, схема, в котором мы пропишем инструкцию, которая создаёт конкретно нашу таблицу. Здесь мы будем писать обычный SQL, чтобы создать таблицу. Так и пишем create table Наша таблица будет называться buyer и прописываем обычные поля, то есть id begin name varchar Давайте большим делом что там было country еще был token token это у нас int, да? окей но, 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 но мы работаем, мы продолжаем работать с тем же приложением, с которым работали. мы вот, вот эту вот схему запустим, а после схемы сразу, сразу запустится data SQL, то есть вот эта вот вещь. Но таблицы book у нас еще нет и произойдет ошибка, поэтому нам нужно еще писать таблицу, таблицу book, так, там у нас author был окей то есть я это еще раз зачем создал потому что у нас preload идет определенный, да? и будет попытка вставить таблицу то есть схема прочитается и сразу выполнится вот это но ничего не получится ничего не получится если не будет book поэтому я и написал здесь book окей то есть вот у нас табличка табличка теперь нам нужен нечто нечто репозиторию то есть у нас есть класс 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 который мы будем использовать чтобы работать с табличными данными но нам нужно нам нужно как-то доставать из базы данных поэтому нам нужно нужно создать бин репозиторию так что давайте создаем 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 by a repo но интерфейс а хотя давайте без интерфейс хотя нет давайте делать правильно мы всегда начинаем с интерфейсов это у нас интерфейс который должен должен так itrable и buyer itrable buyer мы будем сделаем три классические самые популярные операции это найди все найди пойди и сохрани и протестируем их всех так что окей поехали find all теперь найди пойди то есть возвращает будет возвращать будет пойди здесь строчное значение потому что мы будем строками формировать строками формировать запрос так и последний у нас это будет возвращать buyer save buyer buyer окей то есть мы сохраняем этот buyer а потом самого себя будем возвращать скажем так как работает мапа 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 хешмапа то есть когда вы сохраняете там в мапах вам возвращается сама мапа ой с там я уже давно с мапами то не работал там ключ по моему возвращается ладно здесь нечто похожее теперь нам нужно реализовать данный репозиторий опс нету нажал такс такс так что нам тут нужно нам нужно нам нужно нам нужно реализовать значит buyer repo и пишем jdbc это наша будет реализация implement buyer repo и нам нужно реализовать все эти методы окей поскольку это наш репозиторий это наш компонент который будет которым будет управлять контекст нам нужно его пометить соответствующей аннотации репозиторий теперь 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 где этот буксервис я вам снова хочу показать буксервис боссервис вот мы здесь будем использовать нечто похожее мы также здесь заведем внедрим бинт только здесь мы внедряли rest template а мы внедрим jdbc template который позволяет нам работать скажем так напрямую с базы данных то есть мы будем писать прямые запросы SQL окей 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 так где потерял свою реализацию а потому что много-много открылся давайте я позакрываю так значит здесь будет приватное поле приватное поле jdbc template нам нужно его заинжектить делаем инжекцию через конструктор снова сделаем инжекцию явной вот у нас даже идея нам подсказывает что здесь произойдет инъекция стрелочка вправо инъекция теперь мы вот этот jdbc template будем использовать чтобы возвращать нам ответы так что поехали jdbc template query и здесь здесь пишем пишем наш собственно нашу стр SQL строчку SQL select пишем select id name country token из таблицы какой мы ее назвали buyer так так теперь смотрите вот здесь вот к нам придет какой-то резалт сет то есть нам нужно вот здесь вот вернуть роумаппер некий роумаппер некий роумаппер что такое роумаппер 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 он грубо говоря примен принимает роусет некоторые сырые данные и нам нужно их отмапить отобразить то есть map это отображение отобразить в наш класс buyer то есть смотрите что то есть мы вот когда выполним вот когда мы выполним запрос SQL там по сути придет дело придет некий result set некий то есть некоторые сырые данные которые записаны скажем так построчно и и потом мы каждую строчку из каждой строчки пытаемся считать все данные потом вот эти все данные считали и с помощью них мы пытаемся построить наш класс которым мы будем работать уже непосредственно в в коде для этого чтобы облегчить себе участь мы не здесь будем напрямую писать а мы будем создадим специальный метод приватный сделаем его поскольку он нам нужен только здесь который 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 будет нам возвращать buyer buyer и он что делает он отображает некие сырые данные построчные построчные то есть вот вот как мы пытаемся сейчас вот работать вот с этой части то есть у нас придет же некий массив по сути дела скажем так и мы пытаемся и с каждой строчки из каждого роу достать все данные и сконфигировать ответ то есть map row to buyer здесь у нас приходит result set и и я вот не знаю каким образом но здесь нам нужна еще одна переменная которая будет отвечать скажем так за индексацию каким образом вот еще раз как она будет вот работать прям не знаю ровно 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 не очевидно мне она пока как ее задействовать но здесь return 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 new buyer и здесь мы используем наш большой конструктор теперь смотрите мы rs get long и rs get string name rs get string name ммм что там у нас было country и последнее rs get int и это у нас что там было последнее токен токен а а что тут не нравится ммм exception может кинуть окей ммм throw искать exception вот сейчас все окей теперь мы вот этот скажем нашу функцию маппер будем использовать будем использовать здесь мы его используем в виде лямбды 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 все наша функция которая нам вернет всю коллекцию объектов готова теперь нам нужно нечто похожее давайте я скопирую нечто похожее но здесь нам нужно будет еще передать id и вот здесь добавить where id d так 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 ммм не query не query мы возвращаем конкретный объект, конкретный объект мы возвращаем конкретный объект поэтому нам нужно не query а нам нужно использовать не простой query, а query for object вот, отлично и последняя функция, которую нам нужно писать, чтобы приступить непосредственно к тестированию нам нужно сохранить мы ее будем использовать предварительно так же, чтобы заполнить данные, а потом будем проверять и функции find all и find.py.id то есть, что тут нужно нам снова jdbc jdbc template здесь не save не insert а update и здесь update, update снова пишем строчку как там у нас в классическом insert insert и какую таблицу таблицу buyer и buyer, buyer, buyer здесь мы какие какие нас интересуют столбцы нас интересуют все мы будем все вставлять country, country и последний токен и value и здесь мы снова используем вот такой вот необычный и затем мы перечисляем 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 параметры мы перечисляем все возможные параметры то есть мы используем наше множество множество аргументов которые будут соответствовать вот этим вот знаком вопроса поэтому порядок здесь очень важен значит смотрите у нас здесь вот buyer, да, который мы пытаемся сохранить мы берем сперва getBuyId buyer, get name buyer, get country и последнее buyer get токен только мы это все дело не возвращаем мы это выполняем и потом мы снова вернем самого себя окей все-все-все все работает должно по идее сейчас нам нужно все это дело протестировать наш репозиторий готов он у нас как компонент значит мы его протестируем крайне просто мы пойдем-пойдем в наш главный файл стартовый и сделаем вот как вот тут мы делали с бинами найдем bin значит как у нас называлось по buyer cts так cts get bin давайте разнообразие возьмем по имени классу кстати если мы по имени класса мне не нужно тогда да да мне не нужно тогда и теперь теперь мы пользуемся нашим репозиторием чтобы сперва сохранить некоторые данные пишем ню бая значит наш лонг потом пишем дима дима раша ну пусть будет у него будет 1000 токенов ммм 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 их отпечатаем и также их отпечатаем все 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 сделали теперь нужно нужно тестировать итак как мы видим воркает воркает вот наш пайди а вот наш весь список и мы можем еще и проверить в консоли как это все дело выглядит то есть еще раз убедиться коннект 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 и ой не надо ни муку кстати бука почему-то пустая немного странно у меня штамм припал ладно не будет пока это рассматривать мы проверяем buyer и вот наши две записи наши две записи то есть когда мы пытаемся выполнить с помощью jdbc клиента прямой 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 прямую инструкцию с куэльной то есть select id name country from from buyer нам вернется некий 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 резал цвет резал цвет который сын скажем так содержит содержат вот эти роу которые мы которые мы где наши чудо репозиторий новый который мы вот эти роу да мы пытаемся вот с этой с помощью этой функции вот резал цвет на превратить в объекты с которыми мы непосредственно работаем базе данных то есть мы превратить с чем вы будете конкретно работать выйдите с этим можно на месте было бы написать вот этот этот маппер но 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 лучше это делать отдельно все понятно и очевидным будет и лучше всегда разбивать на более мелкие части чем писать все в одном месте окей но помните здесь же у нас не только может быть здесь ответ мой любой любым может быть вы сами конфигурируете во что у вас ответ отобразится окей 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 может вы вообще каунт считаете каунт ну количество строчек у вас вернется вообще не это не объекты будут вам вам нужно будет вот этот вот этот разал цвет отмапить по-другому цифру цифру окей ладно 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 итак теперь можно все это дело как-то подытожить подытожить и так спринг нам предоставляет две две возможности работать с базы данных с моделями нашими во первых это использовать спецификацию gpa и в частности спринг нам поставляет ее реализацию в виде хибернейта и вот этот подход gpa да спринг gpa предоставляет нам очень удобный механизм в виде репозитория в виде репозитория то есть мы не прописываем никакие реализации то есть здесь наше качество количество кода очень сильно сокращается но это это всего лишь надстройка над темплейтами над jdbc темплейтами то есть внутри ты все равно используется вот этот низкоуровневая библиотека джавовская для работы jdbc то есть все это в конечном итоге все равно преобразуется вот в это с другой стороны вместо того чтобы использовать подход gpa мы можем использовать сразу вот этот низкоуровневый подход где мы пишем инструкции но 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 спринг сделал этот использование данного подхода очень удобным он ввел некий некий новый интерфейс jdbc темплейт jdbc темплейт ой 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 то есть вот наш скажем так интерфейс jdbc темплейт здесь как мы можем видеть то есть существует даже еще более тонкие настройки более тонкие настройки ладно ладно вот более тонкие настройки кому интересно здесь почитайте то есть data source напрямую окей 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 то есть спаринг нам поставляет удобный механизм работать JDBC клиентом, то есть нам не нужно, нам не нужно писать вот этот вот код лишний, мы этим не занимаемся больше, мы концентрируемся исключительно на существенных вопросах, а именно мы составляем сам запрос и во что это нам дело отобразить, то есть нам нужен какой-то маппер, нам нужен какой-то маппер, тут еще можно, или вот здесь, то есть JP, VS, VS, Spring, и здесь собственно основные вещи это performance и нет жесткой связки с домейн моделью, то есть когда вы работаете с JPA, вам нужно все правильно, жестко отображать, поскольку вы используете домейн, домейн модель для доступа к базе данных, а здесь этого нет, темплейтах, в JDBC темплейтах нет, вы используете более низкоуровневый подход, то есть больше, у вас гибкость получается, но как вы видите здесь гораздо больше кода, прямо ощутимо, ощутимо гораздо больше, то есть смотрите здесь 50 строчек, 50 строчек против, даже не 50, мы еще и описали интерфейс, против, против 10 строчек, даже 9, да, то есть разница просто гигантская, и там и там я же описал на самом деле базовый функционал, ничего особенного, тут еще минус кстати в чем, вам нужно быть очень аккуратным, когда вы будете писать вот эти вот прямые запросы, что-то не так напишите, здесь же нет никаких ошибок, у вас все нормально скомпилируется, это же просто строка, у вас может быть функция, например, которой вы никогда не пользовались, а потом в один прекрасный момент раз решили воспользоваться и она не сработает, это же всего лишь строка, то есть пропишите не так, вернет вам не то, что хотела, поэтому будьте внимательны, и пожалуй на сегодня все, изучайте спринг, спринг, да приснится вам спринг, ладно все, see you next time.